МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами программа «Розовое настроение» и я, Александр Уколов. Сегодня мы находимся в необычном месте, подмосковный поселок Иван-Теремец, храм Рождества Пресвятой Богородицы и подворье монастыря Великомученицы Екатерина. Сегодня мы поговорим о очень интересном вопросе. Как же посадить розы уже в сформированном старом саду? Многие розоводы задаются таким вопросом. Если заранее не было подготовлено место под розарий, куда можно посадить розы? Давайте сейчас разберемся. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На географическом атласе вы с трудом отыщите такую маленькую точку, как село Иван-Теремец Ступенского района Московской области. Едва ли легче вы найдете его, если обратитесь и к старым путеводителям, картам и справочникам. В чем же причина? Ведь на древность его явно указывает и архитектура храма Рождества Пресвятой Богородицы конца 17-го, начала 18-го столетия, и само название села звучит для современного уха, как эхо из глубины веков. Первые упоминания о храме мы встречаем в 1577 году, как о погосте Теремец в Коневском стане. В документах говорится об основанном Иваном Грозным погосте с усыпальницей в честь павших русских воинов, погибших в сражениях с татаро-монголами на территории Коневского стана. Похожий на Терем деревянный храм располагался недалеко от тракта, соединявшего Москву с Астраханью. Отсюда и пошло название Иван-Терем. Первоначально храм был деревянный. Настоящий же каменный был сооружен в 1703-1704 годах, как свидетельствуют ранние ведомости. Позже эта дата была забыта, и в конце 19-20 веках постоянно писалось, что церковь построена неизвестно когда и тщанием кого. Самое интересное в данном саду – это то, что он находится на склоне. Склон разбит за счет подпорных стенок на много уровней. Каждый уровень представляет собой отдельно стоящие комнаты. И отдельно посаженная композиция. Пройдем в одну из комнат с можжевельником. В эту зиму наш можжевельник очень сильно подмерз. Но это, к счастью, можно рассуждать так, так как у нас образовалась ниша для посадок. Мы можем добавить в это место розы, и нашу композицию сделать более цветущую. И так как места у нас не очень много, высокие розы, кустовые, здесь не подойдут. Я думаю, что здесь необходимо посадить почвопокровные розы, которые прикроют наше пустое место и будут в течение всего сезона цвести. Но одно из требований, которое предъявляется к данной зоне, я думаю, что здесь должен быть присутствовать аромат. Поэтому в основной покров мы подсадим чайно-гибридные розы. Давайте составим композицию. КОНЕЦ Таким образом мы получили вот такую композицию. На такой площади мы используем не более трех сортов, желательно два-три сорта, иначе будет каша. Основной покров мы используем елу флюорет, желтая почвопокровная роза. И второй ярус мы используем чайно-гибридную розу Шарль де Голь и Папа Миян, которые нам создадут аромат. Место у нас достаточно освещенное, поэтому наши розы будут себя чувствовать хорошо. А близкое расположение можжевельника нам даст некоторую защиту от ветра. И в течение всего сезона у нас будет и цветущая картинка, и розы с запахом. Особенность этого участка – это то, что на всей площади постелен мульчирующий материал – черный синтетический спонбонд. Он препятствует развитию сорняков. То есть семена сорных растений не могут прорасти сверху, и корневища многолетних растений сорняков не могут прорасти снизу, поэтому участок всегда выглядит аккуратным. Но при посадке роз мы должны сделать отверстие в нашем материале и таким образом посадить розы. А сверху мы должны замульчировать наши розы конским навозом с опилками, что поможет сохранить влагу в почве. А теперь я попрошу своих помощников провести посадку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Пока ребята сажают розы, я хотел бы ответить на один вопрос. Многие розоводы спрашивают, можно ли хвойные растения сажать вместе с розами. Вот мы видим очень интересную картинку. Почвопокровный сорт розы Дрифт, Пинк Дрифт, вместе с можжевельником. И растут они в течение уже шести лет. Как видим, розы себя прекрасно чувствуют. То есть наши розы можно высаживать вместе с хвойными растениями, такими как можжевельник, глаукоглобоза, ель колючая. И они себя прекрасно чувствуют. Но стоит учитывать один факт, что наши розы нужно укрывать зимой. А хвойные растения мы укрывать не можем. Если мы укроем наши хвойные растения, они в зимний период сопреют. Поэтому наши розы нужно укрывать отдельно от можжевельников. ПОДПИШИСЬ! 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 В этом саду мы видим посаженную розу. Супер Дороти – это рамблер, который в природе вырастает до 6 метров высотой. Многие розоводы стремятся закрыть свои конструкции полностью розами. Но в данном случае у нас роза плетистая посажена с одной стороны. И мы видим, что с одной стороны у нас роза, а с другой стороны металлическая конструкция. Но композиция выглядит законченной, поэтому не обязательно сажать с двух сторон плетистые розы. А сейчас я покажу, как посадить плетистые розы на подпорную стенку. В Москве прошел третий фестиваль садов и цветов «Москва Флауа Шоу». Фестиваль представляет собой неделю высокой моды садово-паркового искусства. В этом году на дне розы, которая является составной частью всего мероприятия, впервые представили новый сорт королевы цветов. Эта роза получила свое название в честь Зимней Олимпиады 2014 года в Сочи. Цветок символизирует сочетание горячего южного солнца и белого русского снега. Желтая сердцевина цветка окружена белоснежными лепестками. Крестной мамой розы стала прославленная российская спортсменка, двукратная олимпийская чемпионка и обладательница 28 мировых рекордов в прыжках в шестом среди женщин Елена Исенбаева. На одном из уровней рядом с подпорной стенкой образовалось пространство, и мы можем посадить плетистые розы. Мы привыкли сажать плетистые розы на арки, столбы, ширмы, но многие розоводы не знают, что можно посадить плетистые розы на подпорную стенку. Розы при обычном способе посадки растут вверх, но если мы сажаем на подпорную стенку, они могут расти вниз. Чтобы правильно подобрать сорт, нужно понимать его агротехнические особенности. Крупноцветковые розы представляют собой прямо стоячий куст. Побеги у него достигают 2-3 метров, и она не подойдет на подпорную стенку. Но если мы используем рамблеры, а у рамблера побеги достаточно гибкие, то можно, посадив розу, получить очень интересную картинку. Так как побеги у рамблера достаточно гибкие, они могут не только расти вверх при помощи подвязок, но и спускаться вниз с подпорной стенки. После того, как мы высадим наши розы, и закончится цветение, у нас появятся новые побеги. Рамблеры, мы знаем, вырастают до 4-5 метров. Здесь это будет выглядеть достаточно декоративно. Новые побеги будут спускаться до земли, и мы их сохраняем. А в зимний период, перед укрытием, мы наши побеги поднимем и укроем на подпорной стенке. И таким образом, на следующий год, мы получим очень красивый каскад из розы, который будет цвести в течение полутора-двух месяцев. Но важно помнить одно правило, что при посадке роз на подпорную стенку будет очень сильно промерзать корневая система. Для того, чтобы этого не произошло, мы должны нашу подпорную стенку утеплить. В данном случае я буду использовать геотекстиль, у которого теплопроводность достаточно низкая. При подготовке посадочных ям для наших роз мы изнутри подпорной стенки прокладываем геотекстиль, что будет препятствовать промерзанию корневой системы в зимний период. Геотекстиль очень долговечен и в земле не гниет, потому что это синтетика. Поэтому долгие годы наша корневая система внутри подпорной стенки будет защищена от морозов. А теперь бы я хотел показать, как можно посадить плетистую розу в уже сложившуюся плотную композицию из хвойных растений. Вот мы видим хвойную композицию. Вся посадка осуществлена вокруг старой ели с необычным скворечником, многосемейным. На заднем плане мы видим еле обыкновенное, затем идет ряд краснолистного пузыреплодника и вересковидные золотистые туи вместе с шаровидными. Но данная композиция выглядит достаточно строго, и мы решили эту композицию немножко приукрасить, посадив плетистую розу в сорт Рамблер Ректор, который имеет нежный аромат яблока и цветет в течение двух месяцев. Давайте приступим к посадке. Продолжение следует... Здравствуйте! Меня зовут Сергеева Просковья. Я кондитер, и я очень люблю экспериментировать со вкусами. Издревле известно, что роза – это царица цветов. Ее используют в фармацевтике, в парфюмерии, в украшении дома для того, чтобы порадовать любимую женщину. Мало кто знает, что роза еще и вкусная. У нее съедобные лепестки. При правильном приготовлении они имеют очень пикантный вкус и очень красиво выглядят. Сегодня мы с вами приготовим капкейки с лепестками роз, которые будут покрыты прекрасным кремом с розовой водой. Итак, приступим. Для того, чтобы приготовить капкейки, нам понадобятся следующие продукты. 100 г сливочного масла, 150 г сахара, 200 г муки, 2 яйца, 1 чайная ложка разрыхлителя, 120 мл сливок и немного сушеных лепестков. Лепестки кладем по вкусу, ну, буквально чуть-чуть, чтобы они давали такой легкий-легкий оттенок. Что нам нужно сделать? В первую очередь мы будем взбивать масло. Масло мы будем взбивать с сахаром. Усыпаем весь сахар и взбиваем до бела. Ну, я думаю, на максимальной скорости. После того, как масло взбилось в белую пышную массу, мы по одному добавляем туда яйца. Добавили одно яйцо, хорошенько перемешали и добавили второе. После яиц мы добавим муку с разрыхлителем и в самую последнюю очередь молоко. Все ингредиенты мы добавляем маленькими порциями, хорошо промешивая каждую. И последним этапом будет мы добавим лепестки роз, которые мы вот так вот ручками измельчим. Итак, начнем. После того, как мы добавили муку, мы в три этапа добавляем сливки, каждый раз тщательно вымешивая тесто. Итак, наше тесто почти готово. Последний шаг, который нам остался, это добавить сушеные лепестки роз. Очень важно, чтобы эти розы были желательны с вашего сада, потому что они точно не обработаны никакой химией, и их совершенно смело можно употреблять в пищу. Итак, берем розы из моего сада, измельчаем и добавляем в тесто, перемешиваем. Тесто готово. Осталось разложить его по формочкам и испечь. Берем кондитерский мешок, любой высокий стакан, и вот таким образом вставляем его в стаканчик. Как бы одеваем. Все. Тесто держится, и все хорошо у нас туда помещается. Выкладываем тесто в кондитерский мешок. Можно это делать и ложкой, но я, честно говоря, больше люблю делать это из мешка. Получается аккуратнее, и оно не размазывается по формочке, что нам весьма на руку. Отрезаем кончик, ну где-то вот так. И на три четверти заполняем формочки. Для того, чтобы при выпечке формы не разъехались, мы их положим в специальный противень. Он выглядит вот таким образом и не позволяет растекаться тесто. То есть они будут держать форму. Почему удобно выпекать в бумажных формочках? Потому что к силиконовым, даже если мы смажем маслом, лично у меня иногда пригорает. А в бумажный ты сразу испек. Когда он приготовился, ты его съел, бумажку выкинул, никаких проблем, и даже мыть ничего не надо. Все. Теперь мы их отправляем в духовку. Выпекаем их при температуре 175 градусов 25-30 минут. Готовность проверяем зубочисткой, чтобы она была сухая. Поехали! Пока готовится первая партия, я хочу вам рассказать, каким образом я сушила лепестки. Я взяла розу, которая очень хорошо распустилась, потому что с нее удобнее снимать лепестки. Отделила лепесточки от бутона, промыла их, хорошо просушила. Я сушила в обыкновенной духовке. Я поставила на режим с конвекцией, температура около 30 градусов, выше не стоит. И потом они спокойненько высыхают, и вы достаете готовые сушеные лепестки. Таким образом вы можете засушить лепесточки впрок. И зимой, когда вам захочется попить чай, или, может быть, приготовить капкейки, вы можете достать их и использовать. Пока выпекаются кексы, мы приготовим крем для них. Для этого нам понадобится 120 грамм сыра рикотта, 1 четвертая стакана сахарной пудры, 1 чайная ложка ванильного экстракта и 1 чайная ложка розовой воды. Для того, чтобы его приготовить, нам надо будет просто взбить сыр с сахарной пудрой, и потом аккуратно добавить туда розовую воду и ванильный экстракт. Крем готов. Добавляем сахарную пудру, всю сразу. И взбиваем в пышную массу. После того, как взбился сыр, мы добавляем в него ванильный экстракт и розовую воду. Сразу все вместе. И взбиваем крем до конца. Крем готов. Для того, чтобы нанести его красиво на капкейки, нам понадобится поместить крем в кондитерский мешок с красивой фигурной насадкой. Подойдет абсолютно любая, та, которая вам больше нравится. Можно еще вот таким способом накладывать крем в мешок. То есть мы надели мешок как бы на руку, и вот таким образом, вытирая об руку, как будто бы вытирая, мы накладываем крем все до последней капли. Крем готов. И как раз подошли капкейки. Крем готов. После того, как капкейки остыли, мы украшаем их кремом. Если крема не хватит на все, можно оставить их кушать как самостоятельное блюдо и без крема. Кремовые розочки, которые получились на капкейках, мы можем украсить засахаренными лепестками роз. Готовы? Приятного аппетита! Сегодня мы посетили необычное место. Этот сад достаточно взрослый, ему более 10 лет. Мы увидели, что при правильном подходе можно подобрать место для наших роз. Разобрали очень интересный способ посадки плетистых роз рамблеров на подпорную стенку. Желаем вам розового настроения. До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова